Я тут уже начала убирать. Время шесть. Я сегодня рано проснулась. Вчера рано легла. И сегодня рано проснулась. Вчера просто дома мешал им свет. И мы их накрыли. Доброе утро, моя любимая птица. Доброе утро. Доброе утро, мой сладенький. Доброе утро, мой любимый. Доброе утро, мой красивый. Ты соскучился? Как ты спал? Ты хорошо спал? Моя намытая птица. Моя любимая намытая птица. Вкусняшек тебе принести. Вкусняшек тебе принести. А ты гулять пойдешь, малыш? Пойдешь к своим? Пойдешь к своим? Давай я клетку добавлю. Жарко просто было. Я клетку сюда убирала днем. Красивое небо. Прохладно хорошо. Я, кстати, вчера это собрала вам серию. Но почему-то со вчерашнего дня она не апдейтивается. Знаете, что сейчас загрузится, опубликую. Вот. Вчерашнее барбекю. Даже бабочка какая-то попала. Ну вот так. Малой, иди гулять, малая. Иди гулять. Иди. Иди погуляй, мой маленький. Иди там тебя, смотри, зовут уже всякие чирикалки. Иди. Иди, сладкий, иди. Иди погуляй. Иди погуляй, малыш. Иди погуляй, малыш. Полетел. Полетел гулять, малыш. Полетел гулять, малыш. А решила с Лёдиком на крышу подняться. Там как раз рассвет. Чуть-чуть солнышко из-за гор вылезло. Сама посмотрю и вам покажу. Смотрите, наша новая лестница. Ну что такое? Ти-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. А лай хотела в черное покрасить. Вот. Я говорю давай в белое. Что? Так что у нас белая лестница. Потрясающее небо. Пальня. Рассвет. Вон там убирают, остатки риса. То есть рис собрали, унесли. А это для огорода место делают. Сейчас проверю, кактусы надо ли поливать. Веранда у нас такая чистая, отмытая, да, Лёленька? Да, моя Лёленька. Кактусики мои. Кактусики Лёликам несклёванные. Можно завтра, да? Я поднимаю, когда тяжёлые, тогда, типа, не надо поливать. А когда лёгкие, тогда надо. Мне кажется, им не надо их поливать. Как минимум, сегодня. Так что, вот такие у нас утро. Такое у нас с Лёликом утро. Ну, куда ты спрятался? Ну, иди покажись всем. Ты же у меня красивая птица. Ты же у меня такая сладкая, красивая птица. Что такое с тобой? А, Лёленька, где моя красивая Лёленька? Ты моя красивая Лёленька. Ты моя красивая Лёленька. Ты моя Лёленька. Опа-на. Я успела, помогу. Успела, не успела? Успела. Успела сделать так. Эть, спинку выгнули. И какашечка пролетела мимо. Так что, вот вам рассвет. И мы с Лёликом вот так и заселфимся. Лёля. Лёля, у меня разговорчивый. Ты у меня разговорчивый. Да ты мой сладкий. Ой, кусак. Ой, кусака. Лёля, ты меня за что? Ты меня так поцеловал, что ли? Ой, мой вреднёк. Мой вреднёк. Что такое? Тебе там удобно? Лёля, на плечики моя, птиченька. На плеченьки моя, сладкая птиченька. Мой такой птиц. Наплечный птиц. Папа несёт еду. Коптай. Супаклы. Папа. Продолжение следует... Папа. otted hat. Папа. 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 Пусть он кинул его, подпусти ему Субтитры делал DimaTorzok Вчера мы целый день отдыхали Отдыхали вообще в таком полу Каком-то, не знаю, дреме я провела День на рулаконе Созерцая там рассветы, закаты Небо, ветер Птичек, горы, ну и так далее А сегодня с утра опять движуха Я пока пила кофеек Мне позвонила, ну написала Позвонили и написали Два Сергея, один из них Наш дизайнер Который сейчас находится В Анвиенге И, собственно, конечно же Он приедет к нам И мы сейчас, как давно уже планировали Пойдем Новый дизайн наш Применять на практике Ну и так, если можно назвать Конечно Вот, но по сути мы хотим Понаприбивать Понаприбивать колышки Уже расчерчить полностью Где что будет находиться Где кухня, где шмухня И так далее С последнего раза мы очень много всего поменяли И планировку И сам дизайн Серега нарисовал Прислал Ну мы вот сидели тоже обсуждали Вот И так как сейчас он здесь Мы попробуем это все прикинуть Уже вживую То есть на том месте Где это будет строиться И чтобы потом и строителям И нам легче было Все это дело понимать И делать Сейчас мы едем За веревкой Серега уже едет к нам Купим еще побольше веревок Заберем посылки И пойдем это все мерить И колышки забивать Вон метр взяли Все взяли Такие у нас планы На ближайшее время А потом мы собираемся Тут есть еще один Сергей Который приехал Чтобы открыть Здесь огромную пивоварню Вот И Магазин За веревкой Да И Они сделали квас Но там еще не открыт ресторан Они только все это ставят Настраивают оборудование Вот И они сделали много кваса Ой, кстати, он сказал мне привезти бутылок Ну ладно Не выкидывай Вот мне дают гарпич Баттл И Мы Поедем Во-первых, я хочу посмотреть Мне очень интересно На новый ресторан На пивоварню Потому что ее еще нету Даже на гугл-картах Там Какие-то по фоточкам Стоят много-много-много Всяких огромных Таких бадяг В котором варится Это все дело Вот Так что Я думаю Заедем Посмотрим еще И нас квасом угостят Говорит Приезжай Приезжай Нам одной хватит? Может, две-три копейки? Угощу Угощу, говорит, квасом Так что Поедем на дегустацию кваса еще Так что Такие у нас планы На сегодняшнее Ближайшее время Машины большие Проедут А мы Заберем Посылки Че? Амикан А, да Какие-то армейские машины Огромные Еще из новостей Там Димон Который с нами приехал Потихоньку обустраивается В волонтерском доме Намыл там вчера себе все Паутину убрал Я заходила Красота, красота И вчера мы привезли ему матрас Помогли перевезти Из нашего вот домика маленького В этом маленьком домике Будем делать мастерскую для Лаи Швейную мастерскую Да, Димон, собственно, ждет Сейчас я приду, тебе помогу Когда ему из Вьетнама Пришлют его вещи Там всякие резаки И так далее Будет там еще и мастерскую свою делать И мы ему уже показали Эту мастерскую брата Ему там все понравилось Там, говорит, если порядок навести Вообще, говорит, все будет зашибись Я говорю, дерзай Он такой, говорит, с удовольствием Так что вроде Димке нравится То, что у нас тут творится И нам нравится, что он там Что-то рукастый делает По мелочи Там уже даже подшаманил В свободные минутки машину мне Вот это то, что отвалилось Это открывашка сзади Вот сейчас брату Девайс Там какой-то контакт перегорел Тоже меняет Короче, рукастый парнишка Будем с ним дружить Я думаю, что еще там армейская машина И нам и ему будет хорошо вместе Ну, либо как пойдет Короче, как пойдет Как пойдет Мы уже ничего давно не загадываем И не планируем А пока я пойду Заберу Помогу Отнести все посылки Что-то нам там прислали Я же наушники еще заказала А то что-то как-то мы на годовщину Без подарков в этом году Что-то у меня эти упоминания Всякие приходят То там айфончики То фены Вот эти дайсоны были в подарках То еще что-то Как много машин армейских Прям уже штук 8, наверное, прошло А в этом году ничего Я хоть наушники заказала А вот как раз они, наверное, пришли Она давно просила Чтобы втыкающиеся были Не вайрос, не эти Не беспроводные А то, говорит, неудобно с беспроводными Вот Так что Еще машина, прикиньте Огромное количество армейских машин Че-то повезли Че-то повезли Еще едет одна Ну и наш уже родной Анусит Помогать тебе? Покажу вам лай с чупа-чупсом Говорит, вчера не болела голова А сегодня опять немножечко Побаливает Перепись коробок Опять игрушки детям? Покажу За доставку, покажу 246 тысяч 12 долларов, короче Вот тут А, вот 160 Это за... А что это? О, это кофе, что ли? Прям пахнет кофе Это ты мне кофе какой? Поксей кофе заказала? Круто, спасибо, Лой Майбисеппу Майбисеппу А здесь мишопи? Здесь презент Держи Да А здесь мтейк, окей О, вкусно пахнет Прям вообще Кофе-кофе Кофе-кофе Очень вкусно Она говорит Пришла помогать Отвела только кофе А остальное Лай с ума Отдач Но там не тяжелое Не знаю Я выбирала Японские Маленькие У нас проблема Чтобы у Лая Они еще на голове У нее маленькая голова Не скатывались Няйба А дайба Дайба А няй Нормал Нормал Гот? Ну круто Тюзды, да? Костику делаем визу Говорят, бумажки будут завтра У нас Серега приехал на мотобайке Расскажи, как ты доехал Как твой новый друг Это уже твой или арендованный? Арендованный Как тебе дорога? Ты что, вот такой, нет? Нормально все? Ну немножко устал Устал? Ножки не шевелятся? Я еще уже забегал был там А, ты бегал? А ты прям от Лон Прабанга едешь? Да Вау Слушай, ну ты крутяк Крутяк А забег, расскажи, что бегал? Много бежал? Нет, 14 14 чего? Метров? Немного что ли? На мотобайке немного То есть ты пробежал 14 километров Доехал от Лон Прабанга Еще в Ван Винг Вообще крутяк Супер, супер, супер Как тебе вообще путешествие на байках? Это твое первое путешествие, нет? Я первый раз сел на байк Первый раз ты сел, да? На большой байк Вообще Мне очень понравилось Сложно Сложно? Но интересно Но интересно Слушай, круто Ну, на самом деле, как по себе знаю Сложно, ну, первые разы А потом, когда ты уже немножко наблатыкаешься Уже больше удовольствия получаешь Поэтому Слушай, так что я тебя тогда поздравляю Мы сейчас все вот поздравляем С тем, что у Сереги вот такой длинный трип Просто, ребята Лон Прабанг в Ван Винг Это очень тяжелая дорога Вот С кучей серпантинов Там Съеденных кусков дороги и так далее Так что Ты прям крутяк-крутяк Ходит такой Вот А мы вон купили веревку И пойдем А рулетку взяли? Да, сейчас брат приедет с рулеткой И пойдем сейчас Вон там все это дело Мерить Ну и наша красота Красота, красота Никитасик, а у тебя как дела? Да, супер Все, супер Как твой мотобайк? Ты что ходишь с молотком? Ты его опять бьешь? Сейчас колышки будем сбивать Кого? Колышки? А, я думала кошку Мотобайк, кошку думаю Ты че? Черный Как твой мотобайк? Отлично Все хорошо Он скоро поедет Скоро ремонтировать чуть-чуть Да? У Никитоса тоже Вон там Огромный мотобайк Большой И вон куча цветуёчков Там нет Отдача здесь выступает Для входа Так, куда теперь идти? У нас вот это все До центрального этого До центрального сколько? Четыре с половиной плюс три Семь с половиной? Семь с половиной Это сам был Лук кикует Лук кикует Лук кикует Лук кикует Лук кикует То есть вот так 22 дошелся, и туда еще раз два. Пойдемте, бери линейку, пойдемте. Никитос, вот к этому стоп выходит с линейкой. 22 метра надо, Никитос. 22 метра. 22. Хорошо, теперь туда идем 20 метров. Вот от того колышка, который ты только что пил, от того, где два. Параллельно. Сейчас прикинем, это круто. Мы уже несколько часов вон с мужиками на жаре. И он вся в этих занозиках. Вот, натягиваем веревки. Что-то стало получаться, но мы уже не какущие. А еще чуть-чуть, еще немного или много. Наш будущий ресторан. Намерили мы все, но не все намерили. С самого начала, на самом деле, немножко не так все стали делать, как у меня было в голове. А потом поняли, что все не получается и стали делать, как у меня в голове. Но потом уже начала кончаться просто энергия. На жаре столько часов подряд. Вот, решили, что я дроном туда слетаю, пофоткаю. Там в программе надо проставить все размеры, потому что сейчас, ну, как бы там есть общая, есть разбивка, но неудобно. Вот, а Серега все это сделает, и мы заново там доделаем все наши колышки. И будет уже смотреться так, как должно смотреться. А пока мы решили, Лайван голодный у нас. Вот, Никитос тоже не завтракал, да и я не завтракала. Серега торопится тоже домой, чтобы затемно успеть, а то ему на байке еще часа три пилить, как минимум. И мы решили сейчас купить... Химпуды домой? Да, химпуды домой. По бутерброду и воспользоваться любезным предложением другого Сергея прийти на дегустацию кваса в новое заведение, которое еще не открыто, где вот пивоварня будет. Заодно и вам покажу. Может открыто, не знаю. Там написано close. Я вообще ничего не знаю, если честно. Ну то есть он рассказывал в двух словах там пару месяцев назад, когда мы познакомились, он к нам гостем заходил в ресторан. И после этого пару раз заходил. И вот он рассказывал, что его позвали как раз в Бан Вьенг, как представителя вот знающего там бла-бла-бла. И вот он там выстраивает все эти пивоварни. В два часа мы договорились с ним встретиться. Сейчас купим бутеры и поедем туда. Кваску попьем. Он говорит, что дегустировать больше некому. Я по себе знаю о том, что когда ты варишь там что-нибудь из напитков или из еды, что собственно другим, ну лаосцы что не знают, как должно быть выглядеть. Ты всегда ищешь там русских там, чтобы тебя протестировали. Да, да, пивоварни. Вот, пивоварни только для квас. Лай говорит, можно еще и пивка брату попробовать взять. Я говорю, нас, говорю, позвали только на квас. Ну посмотрим нам, что как. Вот, поэтому... Такие у нас, короче, планы. Едем, что получится, я вам покажу. Вот тут у нас бутерброды. Продается вьетнамский сабайди. Я говорю, что долго тебя не видно. Я говорю, да, мне просто не хотелось их есть. Вот, так что будут у нас бутербродики. Здесь еще можно купить всякие вьетнамские... Это вьетнамцы делают. Вот, булки, просто пагеты. Вот, сгущеночка. Это все вполне себе нормально поглощается. Дешево называется и сердита. Там у них стоят печи, в которых они, собственно, это готовят все. Вот, один бутерброд стоит что-то там... Ну, короче, три бутерброда на 2 доллара. Вот так вот. Бутерброд 100 рублей получается. Да, бутерброд 100 рублей. Вот, с паштетиком там, с какими-то там внутренностями, там, овощами, там, я не знаю, колбасой вьетнамской. Вот. Ну, вполне себе съедобно и дешево. Вот. А, ну, и 10 штук я ему заказала, потому что... Ну, там, может, кого-то угостить, говорит. Плай, говорит, если останутся, то детвора вечером будут рады похомякать тоже. Поэтому... 10 штук. Гулять так гулять. А у нас тут чинят дорогу. И я перевела на русские деньги. 10 сэндвичей мне обошлись в 530 рублей. Вот. Я честно посчитала все для вас. Вот такое вот с размахом заведение реставрируют. Сергей варит пиво. Вот тут прям парк такой есть. Место для свадеб. Вот. Там ночной клуб. Семь бе лати. Семь бе лати. Семь бе лагер. Он образуяет. Вот варит пиво. Это у нас квас. Здесь у нас куничный. Вау. Здесь у нас IPA. И дальше там еще... Будем варить ещё кути. И дальше ещё кути варить. А шнёвный пиво свой. Слушай, а, расскажи немножко про технологию. Как это вот в таких бочках всё это варится, вообще туда запихивается солод? Ну вот туда вот эти бочки там два... такая большая кастрюля на тысячу литров она нагревается паром здесь варим где-то течение дня перекачиваем добавляем ингредиенты фильтруем здесь вот еще вверху такая пьем потом фильтра стоит и ниже съемкой до до свой сайт он отфильтруем кашу выбрасываем эти зерна которые соло так называем перекачиваем обратно нового рим добавляем как интересно и потом охлаждаем он стоит охладитель охлаждаем перекачиваем перекачиваем танки а добавляем дрожжи и там а это монетра 2-3 недели две-три недели мощное охлаждение охлаждают глюколь или вода со спиртом до минуса 2 до минус 4 и охлаждаются танки которые там стоят они все под охлаждение там температура на старте где-то начинает 23 18 градусов потом от отферментировали постепенно опускаем и это 0305 градусов хранения здорово спасибо за все потом уже вот до ферменционной танки перекачиваем готовой танки пива танки уже вот вся просто видите трубы вот они там сзади подключены прямо в танку потом подключается к пивным насосом пеногасительными кроме минуя всех остальных там беги все а вот так даже вот такую крутую пивную сергей открывает ван венге поэтому кто здесь будет если кому интересно вот попить пивка скоро они достроят это все будет прям круто круто сергея он как бы профессионал в этом деле у него и на пхукете пивоварни и в других регионах таиланда и вообще по миру очень много всего поэтому верю что будет очень круто смотреть здесь у нас участие пена потому что он подойдет под ферментации идет и мы поставим отстаиваться вот так поснимать вас внутри идет вот такой потому что под углекислый минимум минимально сварили чтобы попробовать он же тоже ну сколько ну ведь три недели про хранится надо часов пролить напоить вас всех а потом уже варить тогда когда начнем продавать полетаем всем это потому что нету пеногасителя пока он еще закончил соображение мы его не оставляли для того чтобы на промах мы сами все будем пробовать налили баночку отстоялась но там буквально наливают нам класса много пены нам наливают к вас с собой здешний класс сейчас мы будем дегустировать ну-ка расскажи мне свое первое впечатление о квасе как в детстве мне кажется что да очень похоже как в детстве дончики на самом деле вот я тоже пью квас вообще офигенский то есть он такой сладенький вкусненький как в бочках как в детстве по технологии как в тех советских бочках это классы советского союза народа для лаоса мне кажется самое но чтобы класса советского союза могут все как советский союз до сих пор поэтому и квас будем приучать я много встречал русскоговорящих здесь моего возраста лаосцы они все руку вас да 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 но они у меня и пьют в ресторане вот так что квасу зачет а нам там набирают еще сегодня не сегодня 23 начался крыши у меня же при не упала на машину на арендованную разбила стекло капот чего у тебя упала на машину шифер упали а вот так все страховая машину тут же пригнали и строитель начать директор хозяин строительной компании подходит такой английский на общается а я пишу по-русски нет что-то нам было кому-то смс подправить но приходит на русский язык я говорю ты че русский знают это я в ростове учился очень круто ну тут да тут так перед в этом плане очень интересно у нас тут всех видно да 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 и что здесь будет чё тут будет подиум сцена сцена ну да а и не интересно здесь мне плац фо мюзик на хим сейф вот и дуэнфо мюзик дэсдай в яйп фо дай гуд гуд киевну и нэнсэ да но им горит не надо да мы слайд думаем пост на про на нашу стройку вот наверное вот такие мы ноги поставим по углам и и на них уже будем разворачивать такой же вот примерно этот настилы из железок 10 только да ну и тэкс м сайс и сверху будут щиты и бетонные у них тоже красивый парк здесь большая территория у нас конечно она поменьше мы не такие пафосные и крутых дядек не нанимаем все будем делать сами но нам хватает главное же в этой жизни чтобы хватало ой напилась кваса аж пузо ну да лаосе много пива пьет в лампробанге скоро будут тоже всякие такие штуки а это чё он делает моет исты дэй финиш и мэнсэй нет вошенка пипал сайту мураво а то дэй овриди овнамкану и нэн вот серёга едет домой нас угостили квасом пыталась включить ему бутылку но он говорит что три часа дороги не выдержит поэтому мы пойдем в машине ай вон там напырило покажи каких-то кустов уже мы подсмотрели как там чо и железки делают вот угощу мальчишек квасом чем всем студент матчу а да 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 мы как на тура на тура тура все руки освободили серёга давай пока пока пощупку заехал да раз тут был тут да раз тут был тут полоса препятствий ну кыш коровы это между прочим это федеральная трасса центральная немножечко с дырками но уже есть и уже хорошо полоса мы вернулись домой я пришла воду наливать заметила ковыряющихся мест без понятия че он делает ну в смысле я вижу что он дырку разрывает зачем я не понимаю может там кто то есть либо то есть просто горы горы наши горы вот в бак наливается водичка он там сделали уже сток а дядька продолжает копать кого-то он по любому там хочет найти чье-то это жилье и 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 а может и да делаем ставки господа спрошу пожалуй у местных это непонятненько красота все вон там заняты рисом чуваков с бамбуком я оставила в покое Лай говорит не знаю я что они там делают может опять делят землю и Лай распаковывает тут всякие вот эти штучки это у нас что такое навигатор да GPS для котиков купила GPS и для котиков пытается настроить тут вот еще ошейнички с этими дзинь-дзинькалками кофе кофе вот это мой кофе да это кофе что она мне заказала из Паксона завтра буду пробовать пахнет вообще пахнет вообще огонь прям прям пахнет вот а что у тебя еще там в пакетах что-то говорит не получается у меня законнектить но уже видел а одну говорит законнектила вторую а что там малыш малыш домой вернулся малыш уже дома да он прилетел мы уезжали не было его в клетке где-то гулял а тут прилетел клетка открыта а он в домике да маленький ну отдыхай уже отдыхай накрывают стога чтобы рис водой не залило знаете поставили два столба я в каких-то сериях снимала ну еще давно пару лет назад что вот эту часть где они столбы ставят раньше была их дорога они могли на свою ферму ходить по вот этой дороге а потом когда ковид начался какие-то там люди приехали владельцы земли которая вон там там где домики стоят начали строить себе домик и вырыли эскалатором всю их дорогу по законодательству там должно быть 4 метра дороги и они ругаются 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 и приходили туда всякие найбаны какие-то строители не строители эти мерилщики там государственные и так далее суд устраивали прям толпа была ведюхи тоже где-то были и постановили что типа дорога должна остаться за вот этими там с чекем то но те кто все скопал им короче пофиг бопинян у них и они такие короче просто подзабили и что там дальше творится я не особо знаю элай не особо знает но раз ну короче найбан все сказали что они должны отдать этот кусок земли они не отдают то есть чтобы понятно было все покупают когда землю раньше там не было таких правил и земли у них есть документы на эту землю полностью но по законодательству лаоса между участками должно быть четыре метра для дороги и они короче говорят что типа у нас документы есть мы это покупали никого не волнует законы ваши нам не хочется там дорогу поэтому пофигу вот так вот и живем нам тоже не хочется дорогу я бы вообще это все будут тоже то что у нас тоже же отжали 4 метра и оттуда и оттуда ну по два вот я была бы там но смысла лезть я туда не вижу поэтому пусть они нам сами ковыряются еще будет то будет а вам будут показывать что вижу лайван разбирает свои посылки там вот купальник труселя сепана заказывала и горит кейс вот у меня такой горит можно с кармашком чтобы туда что-нибудь положить у тебя много карт что ли тревелинг карты тагады тревелинга горит если на автобусе будем ездить вот будет у меня карман город для корейского метро все едем в корея мне она тоже вот купила какой-то я уже уже просто одели шнурок вот чтобы он вот держал мой телефон у меня на шея если мы куда-нибудь поедем летать я наконец-таки выключила там воду добралась до гамака еще один там какой-то кейс она еще два кейса для себя какой-то тишот при горит готовлюсь к холодам купила себе кофту либо горит можем куда-нибудь ехать звон про банк горит с мамой когда поедем в декабре буду носить до в вьетнам то что мы собирались но как я уже рассказывала и говорила всегда если есть какие-то планы то им не суждено сбыться у нас все происходит очень спонтанно и всегда очень интересно когда мы строим планы почему-то короче ну вот и в этот раз вьетнама мы пока не поедем так что может быть потом но не сейчас еще один куртес красивенький до лай набирает себе вещей на прохладу прохладу давай 1 2 3 до хороший размерчик тоже для вам пробанга и куда-нибудь еще покажи а это горит она мне купила это горит тебе класс спасибо будет у меня еще одна кофтейка но таких кофтеек у меня еще не было другой стиль сейчас померю про банку готовы я и на них нет дискуссай лай готовит листики вкусные листики водом червячков еще родителям готовить будет и никитосик приехал а дима уехал а я жду листики панды зовут работа работа дима уехал а еще пожарила жучков некий зайдет дегустировать я не хрустящий они не очень хрустящие должны хрустить ну ты можешь есть если тебе нормой хрустящие вкуснее еще так медленно до гости пока в машине к родителям ехали решили слай съездить в севан и ул иван я взяла за яйцами и молочком вот я поняла что я не взяла с собой вообще ни копейки денег жабыль ну не забыла на самом деле у меня просто карманы неудобные в штанах я думала скажу лая а вот я забыл вот так что ну а есть карточка разберемся ну прикольно червячков очень хочется ему родители пробует квас как он так раз и закусил с полный стакан такой выпал и червячками закусил налей маме мама попробовала мама уже пробовала понравилась короче квасе волшебные червячки вот я с камерой подошла и остановились а то все тягали оттуда активно малыш ругается на деда и горит ты слишком много берешь бери по одной штуке тут и быстро их ешь на червячков лайк говорит завтра еще поедем купим цепадек еще знаете что они мне предлагают сегодня корова родила теленка и вот это вот пуповина что осталось они говорят что ее надо есть это говорит очень вкусно но надо ее есть приготовленную в этой ферментированной тухлой рыбе в поддеке я пока не соглашаюсь упал удар все отвлекают ребенка упал удар все отвлекают ребенка зверточкой намазали побежал показывает как упал а я не записала ну ладно а 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok